Мои дорогие телерадио и видеоослушатели, снова с вами я Игорь Шестидко И сегодня у нас на канале новое видео за еду И снимаем мы это видео в том, что называется Львовская реберня при Арсенале Да, так называется И тут вы видите запуханных мною украинских айтишников Это Коля Это вот это вот очень страшно видно его, легко, видите? У него даже шерсть вокруг на лице растет, как у Льва А это Владимир Владимир у нас предпочитает здоровую пищу Поэтому он будет обрезать только костерские Видите порцию у него вот На самом деле, я сучу, порция Владимира вот Вот это все, что он зажжал А это порция... Коли А вообще это моя, а твоя Коли или Левкаш Ну а мы на самом деле должны попробовать, как выжать Вот это две порции, чтобы вы понимали А почему порция? 95 гривен, да? Короче, 3 евро На 3 евро вы поживете столько же, сколько на 12 евро В том, что называется ребрышки в вене Рипсу пена Надеюсь, вы посмотрели у меня на канале Это замечательное видео про ребрышки в вене Найдете внизу в ссылках, в описании В общем-то, вот Порция, конечно, хорошая Единственное, что пугает, он посмотрите на Коли на выражение лица Нет, ты верни назад Верни назад, а то говно На самом деле, ребрышки бывают только одного вида Тут порция, типа, когда мы спросили, какие ребрышки, говорили, у вас просто есть ребрышки А когда мы спросили, есть ли что-то к пиву Нам ответили, конечно, к пиву есть ребрышки Ну и есть пиво, да? Вот вы видите два варианта пива, которые здесь разливные Одну вы видите нормальная моча нормального человека А вторая это моча человека, который болен какой-то почечной болезнью Явно в мочке присутствует кровь И... Ого! Включи, включи, включи В мочке присутствует кровь, и возьмите, Коля предпочитает с кровью И с месяца в месяц Коля предпочитает с кровью И еще две порции принесли Я предпочитаю обычно На самом деле оно близкое к ипу Вот это вот... Как они называли его? В общем, короче, просите, оно с цитрусовым вкусом Цитрусовым вкусом нормально Блан с чем-то еще Да, блан с чем-то еще А теперь мы этим двум проглодитам предвидим ребрышки Смотрите, что дальше будет Главное, я потом включу замедленную съемку Чтобы вы заметили, как ребрышки появятся Смотрите, Коля фас Давай, давай Стесняйся Ну скажите пару слов про ребрышки К ребрышкам, кстати, идут два соуса Один из которых... Ой! Вот такой кровавый был Вот такой кровавый был А второй горчичный Горчичный отстойный Поэтому мы его дадим Коле и Левко Да иди в пень сам Смотрите, а как вы видите Владимир тоже решил остаться со всеми с нами И все-таки предаться ребрами Ну что вы скажете? Не очень Очень? Не очень Не очень Не очень А в основе? По сравнению с венскими ребрами Не очень Как это самое? Как сказал Володя Перед тем, как ты ему выбил зуб Аргументируй Я же сказал По сравнению с венскими ребрышками Не очень Не очень, да? Ну, на самом деле Я тоже попробовал эти ребрышки И что вам сказать? Я им не дам камеру Ну, Коля, скажи Видно меня там на камере? Да О, так О О Опасно просто неандертальцам давать руки под камеру Не трогай камеру Пусть стоит себе Ты сейчас закрываешь им микрофон Вот там микрофоны Вот 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 смотрите Первый тест ребрышек Их нельзя разорвать Вот видите Вот с усилием приходится рвать ребрышки Мясо плохо Плохо отслаивается от кости А Если вы Поклонник Фильма про зомби Почувствуете себя Зомби Это вот как Как будто вы рвете живую человечину Примерно такое качество Ребрышек В дополнение к пиву Предлагают здесь во Львове В данной Риберне Действительно, они жесткие И Дыли Дыли Коля, ну сделай кадр Раскадровочку Сюда, 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 сюда Видите Уже половины ребрышек то и нету Да В общем Ребрышки твердые Плохо отделяются от Тела О, от кости А также Абсолютно безвкусные Если бы не соус Уже Вообще А поэтому Будете В Вене Обязательно Загляните В Рипсов Вена А будете у нас в Братиславе Обязательно загляните В Девин Про это тоже есть отдельная Лидия Но на самом деле Самое главное Что я хочу сказать Это качество обслуживания Качество Коля Давайте предоставим Слово Коле Коля Что ты думаешь Гоблин Тролль Главный тролль Подземелья Арсенального Подземелья Сейчас Видите Выглядит Как Подземелья Сейчас скажет Мата можно или нет? Можно Это Пиздец Полная Если честно Не Опаснуй Ну Если сравнивать С той же самой Веной Это Небо И земля И тут еще На башку Что-то Буркает Да? Да Черт побери Левко Ну Качество обслуживания Ну Не умни С ним не сможет Короче Помогай Помогай Но Если бы Тебе Нужно Было 5 баллов Или 7 баллов Или 10 баллов Ты бы поставил Единицу И теперь Переходим К самому Сомневающемуся Товарищу Владимир Томми Томми Так Ты Томми Не На самом деле Мне все нравится Кроме Навязчивого Сервиса А где Навязчивый Сервис Я вообще не заметил Какого Тебе пиво Предлагают Это называется Разводняк Ну вот Навязчивый Сервис А так Ну посмотри Им же нужно Девать какие-то анализы Из ближайшей больницы Нет Я честно Скажу Как коренный Эльвильян Что Это не очень Вообще Не очень Совсем Не очень Да Это цены Я не знаю Мне цены не понравились Все что открывается Типа Фест Локали Это все У нас в поле есть Альтерэго У нас в поле есть Альтерэго У нас в поле есть Альтерэго Вова Что ты думаешь про Латайф Мне нравится Ну, мы перейдем к фактам. Во-первых, давайте посмотрим, как это все выглядит живьем. Живьем все это выглядит вот таким вот образом. Это на самом деле та часть, которая касается львовского арсенала. Здесь наверху находится коллекция оружия, собранная львовским арсеналом за много-много лет. Посредственная, честно говоря, коллекция, посредственная. Коля, ты же был в венском арсенале? И что ты скажешь? Я был в земле. Вот. Я не рекламирую Вену, заметь. Я вообще живу в другом мире. Я рекламирую Вену. Потому что там каждый год проходит очень хороший фестиваль, который называется Rock on Vena. Приезжайте в Вену. Приезжайте в Вену. И когда ты приедешь в Вену в этом году? Ну, в этом году я на Rock on Vena уже не попаду, но собираюсь... Ты что, умрешь? Следующий. Ну, собирались поехать на Мегахерцы в сентябре. Это где? Тоже в Вене? В Вене, да. Они будут в Вене выступать. И когда? По-моему, в двадцать пять... А, да. Либо двадцать первого, либо двадцать пятого... О, блин. Идет за тебя гостей звать. Вовер, Вовер. Септембр. А я буду дома. Все. Все. Вова, а ты что скажешь по поводу Арсенала? Прикольно. С самого Арсенала. А Арсенал вообще-то должен быть музей. Ну. Так это музей. Ты посмотри сколько костей собираются. Понимаешь? Это новый культурный слой. Это Арсенал или это Кэстотека? Да. Когда через десять тысяч лет наши потомки после ядерной войны, эпидемии... То есть третий мировой. Да, да, да. Зомби-апокалипсис и так далее. Раскопают этот культурный слой. Они скажут, что? Что Коля был прохладителем и жрал все подряд. Заметьте, я просто снимаю видео. Видите, он показывает вам сердечко. Трифовое сердечко. Вот. Заметьте, пока я тут снимал видео, помните полную порцию? И все это Вова сожрал. Лёба-лёба. Кто? Кто сожрал эту руку? Да, видите. В данном случае два эхо. Кстати, на секундочку. Это Меськи Арсенал. Потому что есть еще Королевский Арсенал. А еще Королевский? А кто был королем тут? Я на Воле. Я стараюсь выбрать это на камеры на политические терроры. Хорошо. Итак, вот тут Арсенал. Вот такая вот споруда, постройка. И вы можете прогуляться. А теперь о сервисе. Обратите внимание, что в реальности не понравилось. Вот то, что люди, 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 люди вот так вот носят, стоят в очереди. Вот черга, да? Где вы должны записаться. Кто это сам, кто не в курсе, кто не знает украинской мовы. Вот черга, то е очередь. Где вы записываетесь. Видите, возле вас ставят черную метку и так далее. А в реальности проблема состоит в том, что вот эта вся очередь стоит на вот этих вот лестницах. Не совершенно не порадовала ни желание, желание персонала помочь. Ну вот, например, да, если я приду в Hard Rock Cafe и скажу, что, ребята, мне нужно полтора часа погулять, и давайте я через полтора часа приду и забукируйте мне столик. Не сделаю такого здесь. Абсолютно не получите себе столик. Такая ситуация сложилась. Я стоял на границе и опаздывал пять часов. Пять часов на украинской границе. Представляете, пять часов, чтобы приехать на бывшую родину. Так вот, да. Человек пришел сюда, посидел, расшел, место за ним не зарезервировано. Забукировать место тоже нельзя. То есть кто-то должен стоять в этой вот живой очереди. Вот обратите внимание, вы видите где-нибудь лавочки? Вы видите, да. Люди должны сидеть на камне, морозить себе все места. Вот девушки еще не в курсе, что им детей, наверное, придется рожать и так далее и тому подобное. А в средних, в нормальных заведениях не требуют присутствия человека в очереди, а просят на самом-то деле. Вернее, дают такую дырочку, которая вызывает вас на расстоянии 500 метров. По крайней мере, предоставляют стульчики. Ну, это так, да. То есть, как бы, абсолютное нежелание персонала помочь, отсутствие всякого, скажем так, возможности забукировать. Даже если ты сюда пришел, то есть, если ты человек пришел сюда тоже, зато есть стол. Обратите внимание, есть стол, который, вот можно почитать, что же у них там за концепция створения. Интерактивный музей, ценовой педхит, да Познаняйск. А где, а причем здесь? А, это музейно-ресторатский комплекс. Интересно, а где же музей? А где же музей? А музея-то и нет, потому что, я понимаю, наливка, а тут арсенал. Ну, там арсенал будет, обычный арсенал. Да-да-да, ну, ніякой. Ніякой кафешки. Да. А где тут музей? А тут музей? Ну, тут, видишь, что написано? Ну, тут пишет просто информация. Ну, тут написано музейно-виставковый рестораторский комплекс. Ну, то рестораторский... То ты, видишь, как? То ты приходишь и говоришь до мера места, и говоришь, я хочу открыть музейно-виставковый комплекс. А потом написаешь рестораторский, открываешь тут ресторан, а про музейно-виставковый ты забываешь четко. Это просто музей над нами. Ну, я отвечаю. Ну, я знаю. А где тут? Тут же написано музейно-виставковый рестораторский. Так? Где же та часть, которая относится к рестораторского, и виставкового, и музейного? Ну, так. Немало. Ну, а, собственно говоря, мы можем увидеть здесь симпатичных украинских девушек. А также мы можем увидеть, как жарятся ребрышки. Как вы видите, все это, на самом деле, поставлено на фаст-фудовский режим. Вот они просто так крутятся. Теперь понятно, почему они происходятся только в режиме одного вида ребрышек и никаких других там с горчичкой, с паприкой, с ананасом и тому подобное. Так как это происходит в нормальных у меня ресторациях, нет. Ну, и здесь же, здесь же можно увидеть, опять же, очередь. А люди, которые сидят с вами и ждут вот внутренняя часть. Внутренняя часть для лета, конечно, не очень. Ну, очень-очень, очень жарко. И вот единственная музейная вещь, которую я нашел, обратите внимание, это смывальник из старого польского, или даже, наверное, польского, судя по названию, польского альбола, где вы можете себе помыть руки. Ну, в общем и целом, да, душно-матисто здесь, а в общем и целом я буду прощаться. В общем, так, по качеству ребрышек, да, это такие вот дают. Фломастер не дали, хотел себе нарисовать волосатые, да, волосатые сиськи, волосатые сиськи фломастера не дали. Даже карандаша не дали, но бог с ним, как говорится, да. Так вот, по качеству ребрышек троечка, троечка однозначно. По качеству обслуживания двоечка. Двоечка тоже однозначно. Вот люди из очереди, которым некуда сесть, замученные и так далее, наверняка подтвердят. Но не будем их эксплуатировать. Пойдем вернемся к Коле. Пардон, позвольте. Вернемся к Коле. По-моему, они убежали, чтобы я заплатил за еду. А они отсюда еще и не убежали. Коля, надо с людьми попрощаться. Да, не попрощайся. Я еще не настолько. Коля, ты сможешь меня посадить в вагон? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Игоря Валерьевича. Ставьте лайки тому, чтобы вам не зло. Бувайте. Чего-чего тут был хай? Кажу бувайте, бля. Тони Хайль был, бля. Но, как вы знаете, в Бальбове очень популярное учение товарища Фюрера. Что ты? Если Коля попросить, он сейчас запоет немецкий. Нет, 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 нет. Коля? Хватит. Нет, нет, нет. Я еще не настолько. Нет. Коля? Ну давай мутер хотя бы. Хотя бы. Давай, можешь не петь. М-м-м-м-м. В общем, не на этой хорошей ноте. В общем, всем добра. Заметьте, я уходил, я брыжки с чабыны все. И эти двое, которые... Один. Который говорил, не, не надо три порции. Давай возьмем две. И этого хватит. Сожрался. Сожрали все. Ну, конечно, мы знаем. В общем, заведение... Ну, такое. Коляшки посоветуют людям во Львове куда сходить, нажраться. Набухаться. Ну, если действительно сходить покушать и... Пожрать. Пожрать. Давай чревоугодничать, знаешь. Грешить. Нет. Там, кстати, в том заведении можно и поесть, и нажраться. Но заведение называть не буду. Я буду называть. Потому что я обязан его рекламировать. Потому что это единственное, ну, на мой взгляд, оптимальное, нормальное заведение. Оно называется Ноев Ковчег, она же Кнайку будет. Какая Кнайпа Курвы? Кнайпа Курнаха. Кого? Курнаха. Курнах. Курнах. Нах. Запомните Нах и ищите Курва Нах. Вот. Хорошо. Колина Кнайпа Курнаха. Это отличная медовина. Как еще было? Либо Ноев Ковчег, либо Кнайпа Курнаха. Они рядом. Они сразу. Открываешь меню. Да. Вот, кстати, самое отличное блюдо. Это Королевский дырун. Это, короче, такой огромнейший дырун. Это Плацик называется в Словакии. Вот в Словакии он пусть так и называется. А для украинцев это продавали как королевский дырун. Ну все так продают для украинцев. Ну ладно, давай дальше. Короче, главная тарелка. На ней дырун сверху. Плацик. Знаешь, ты меня так что сбил? Да. Сбил. Падро, несите вазы. Так вот. Там дырун, собственно, сам. Ну я не знаю, как это правильно называется научным языком. Не-не-не. Ну. Мясной медальон что ли. Ну такой большой. Он сверху украшен. А вот зикотев по Львове есть? Есть, конечно. Понятно. Нет-нет-нет. Не как с Макдональдсом. Это ж не шаурма. Ну в общем, он большой, красивый, с мясом, с грибной, с метанковой поливкой и с овощами. И шо? А шо есть? Ну его в принципе там поудеру на этого свидают, что уже вообще ничего есть не хочет. Ну кроме этого там очень много блюд разных. Я думаю, что надо сходить. А что скажет Левко? Не, сейчас уже не будем. Что значит не будем? Что я скажу? Пиво вкус, а? Вот это вот? Это там где кровь? Ну есть альтернатива. Есть альтернатива это Старгород. Которую я тоже приглашаю. Левко у нас любитель Старгорода. И он еще дальше. Во Львове. Во Львове. Потому что харьковский Старгород там стоит полный. Вот. Так что Старгород рекомендуют. Ну а теперь мы перейдем к альтер эго. Это человек известен своими лучшими блюдами из брокколи. Особенно из ростков брокколи. Вы не представляете как он готовит ростки брокколи. Он берет специальный компост. Сам изготавливает его дома. Из личных горшков. Короче по заведениям это Бачевских, Монпиус. Громче. Громче там не слышно. Там кто-то трынзит. Бачевских, Монпиус и Кумпель. А еще там жрать. Мясо, пиво. Ты ж не ешь мясо и не пьешь пиво. Я мясо жру. Что он тебе рассказывает? Он ко мне сколько раз домой приходил? Холодильник пустой потом, да? Нет, он с пивом ко мне приходил. Как ты ж выпивал пиво? Он выпивал пиво. А он приходил и выпивал пиво. Так что Кумпель? Абсолютно. Кумпель он пьешь. А какое блюдо включили? Давай Кумпель. Венский шницель, например. Шницель, Венский, во Львове. Я тебе скажу, что в Вене для меня шницель там где я кушал был менее вкусный. А что там особенного? Мясо девственницы или что во Львовском на танцах? Мясо москалят? Мясо москалят. Мясо москалят. Да. И что это? Ресторан очень хороший. Там очень хорошая кухня рекомендуется. Ну а ценовой диапазон тогда? Там дорого. Дорого? Да. 100 евро, 200 евро, 300 евро. Дороже? Дороже. Нет. Вова, ты столько не зарабатываешь. Смотря на... Да. Добрые люди помогут. Да. Но это зависит от компании, от количества. Там достаточно. Они живут. Да. То есть я думаю, что... Приходите в кнайпу нахер. Ну на самом деле... Приходите в кнайпу нахер. На самом деле на 20-30 евро там можно хорошо покушать. То есть это тысяча гривен. И что? И что? 200 гривен ты там фиг поешь. Нет. Он... Я говорю про 200-300 евро. Давай. А я говорю... 20 евро. Вот, вот, видишь, видишь. Я говорю про 20-30 евро. А если кто-то хочет полиполирнуть, то вы знаете. А где хорошее пиво? Старгород, как всегда. Найкраще. У нас в правде. У нас в правде. Лучше пингвин возле оператора. А что за пингвин? А там полирнуться действительно можно. Это что, нанимайка? Да. Это старая еще такая советская... Советская? Надо зайти. Не, серьезно, мороженец. Да, мороженец. Но там кроме мороженого теперь продают... Коньяк. И коньяк, и водку, и все, что угодно. Я сразу просвет кел. Лицом. Предвкушение. А еще, кстати, есть в этом плане старые кафетерии, тоже таких советских времен. Там булочки делают. Они сами делают, пекут. И там есть булочки на любой вкус. Это возле главной почки? Да. Где? Возле главной почки. На Поке. На улице Голувадько. На Голувадько. На Голувадько. На Голувадько. Да. На Голувадько. На Голувадько. Он мог туда зайти и покушать кофе, чай, водочки. Чай, кофе, водочка. Не, без водочки. Стартануть записи видео. Я ее все основываю. Да, 25 минут уже снимали. Это самое длинное видео про еду будет у меня. Коля, что ты думаешь про серию видео про еду? как тебе сказать честно скажи я вас ненавижу давайте я возьму еще не обращайте внимания подписывайтесь ставьте лайки наверняка мы еще услышим пару интересных фантастических историй от коле а может и удастся их снять в общем всего хорошего с вами был я игорь шестидка и компашка алкоголиков коля левко и особенно альтер-эго владимир не по не поверите он пьет а жидкости с минимум отрицательным сопротивление отрицательным уровнем алкоголя как это еще не знаю но мы придумаем смотрите дальше всем удачи счастливо пока